Сейчас я приглашаю на сцену Анастасию Акимову, группа компаний системной технологии, и Евгения Коздоба, компания Open Group, которые расскажут про свое видение изменений, какие нужно подготовить инструменты у себя в сети, и как можно управлять полкой в современных реалиях. Сейчас Евгений поделится как раз всеми теми терминами, в первую очередь, о которых вы должны помнить и знать, и как их правильно использовать в вашей работе. Ну а дальше уже подхватит новую Анастасию. Да, спасибо большое. Передай слово. Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Евгений Коздоба, инвентарь по маркетингу Open Group. Сначала расскажу, что за компания Open Group. Это ведущие мячердайзинговое агентство. Мы та компания, кто приводит в поля людей, кто им руководит, кто их обучает, кто их направляет, кто их находит. И сейчас, как рассказывала Валерия в начале встречи, очень тяжелая ситуация, людей нет, людей переманивают, их сложно удержать. Все хотят иметь лучшие места, более богатые, меньше работать. И часть нашей стратегии, нашей работы как раз говорит о том, как людей удержать и как им помогать. Что для нас главное, миссия компании – это обеспечивать сближение компании-производителя и конечного потребителя во всем мире с помощью оказания безупречного сервиса с квалифицированными и мотивированными сотрудниками. Сегодня и на годы вперед это действительно так. Компания существует уже больше 20 лет на рынке, у нас 20 тысяч мерчендайзеров в полях, и мы покрываем почти всю Россию и страны СНГ. И некоторые страны СНГ. Но сегодня я расскажу вам о точках роста, о том, как можно вырасти в продажах или как запустить новый бренд, что нужно поделать в первую очередь, как и почему. И здесь я выделил три ключевых вещи. Это RTM или Road to Market, это правильная адресная программа и правильные действия мерчендайзера. Это ОСА и ИСА. Я расскажу более подробно, что это такое, но это ваш товар на полке. И когда у вас будет правильная адресная программа, правильные действия мерчендайзера и товар на полке, вы сможете сделать промо. И здесь тоже есть некоторые действия, которые могут позволить вам вырасти. Но переходя к Road to Market, что это такое? Это формирование или взвешивание вашей адресной программы на те торговые точки, которые хотите покрывать мерчендайзингом. Это рассчитывается от того, какие точки хотите покрывать, какая емкость категории, какие категории более важны и какие точки. И здесь, что очень важно, в адресной программе нужно правильно взвешивать, каким видом мерчендайзинга вы покрываете, где эффективен совмещенный, где эффективен другой вид. И здесь мы подходим сначала Сначала формирование общеклентской базы. Мы смотрим, а кому вы продаете и в каких категориях. Дальше мы определяем потенциал сетей и взвешиваем их. Потом мы сканируем, какие покупатели ходят в торговые точки, сколько они могут принести, какой средний чек. И уже далее начинаем выбирать точки, которые должны покрываться мерчендайзингом. Потом мы выбираем, какая должна быть покрытие сети и какие действия, сколько мерчендайзинг должен проводить, как часто он должен туда приходить, и сколько по времени он должен работать в полке, и что он должен делать, какие KPI должны от него быть. Вот это все действия позволяют вывести идеальную адресную программу, которая именно будет фокусировать мерчендайзер на тех торговых точках, где вы получаете больше всего денег. И не фокусировать его средства на том, где вы денег не получаете. И здесь все нужно покреплять данными. И если раньше это можно было сделать по наитию, то сейчас города настолько отличаются друг от друга, настолько отличается платежская способность, что нужно очень четко подходить, брать данные, смотреть в разрезе, взвешивать, чтобы максимально была эффективность. И комбинирование типов покрытий, как я говорю, очень важно посмотреть, какой формат и какая задача в этой торговой точке у вас есть. И здесь нужно определить, эксклюзивный, совмещенный, совмещенный-визитный или может быть краудмерч. Потому что у каждого из этого инструмента разная стоимость, разные KPI, разная эффективность. И если вы покроете всю Россию слизивным мерчендайзингом, да, это будет круто, но это будет стоить как самолет. Согласитесь ли вы на это держаться? Скорее всего, нет. Эффективность будет высокая? Да, высокая. Но себестоимость будет еще выше. Поэтому здесь очень важно, говорю, проговаривать и продумывать, а какая адресная программа и какой тип покрытия в этой адресной программе. И мы видим, как идеально это то, что нужно комбинировать. Адресную программу где-то эксклюзивный, где-то совмещенный, где-то в маленьких городах, в которых не покрывается, не дадутся, можно сделать краудмерч. Там задача главная выйти, положить на полку и уйти. Какие выгоды от RTM есть, да? Если правильно сделать адресную программу, правильно сделать модель покрытия, правильный тайминг мерчендайзеру и правильную частоту его прихода, вы сможете вырастить в продаже. Почему сможете вырастить? Потому что вы будете спасать продажи. Вы будете… Они будут работать там, в тех точках, в которых у вас категория растет. Или в тех точках, в которых нужно вырасти. Где конкурентная история отличается, да? И здесь как раз покрытие, почему эффективность? Потому что у нас гибридизация модели покрытия идет. В одном месте это эксклюзивно, в другом месте совмещенный. И тем самым в точке работы только столько времени, сколько нужно. А это все влияет на ROI. То, что у вас эффективность, себестоимость, маржинальность будет максимально при этом варианте. Мы поговорили о том, что выбрать правильную точку, выбрать адресную программу, выбрать работу мерча, покрытие. Все сделали, хорошо. А что дальше? А дальше нужно выложить товар на полку. И здесь у нас как раз получается два таких новых термина. Может быть старых терминов, не знаю. Кому как. ИС и ИОСа. А ОСа – это оншеф авиабилити. Соответственно, это то показатель, который измеряет наличие товара на полке. И в ОСе что очень важно? Важно, чтобы действие мерчандайзера, принести товар на полку, было достаточно эффективным. И здесь очень поможет сильно наэкономимое время работы. Это данные от сети. Какие данные? Это цена, это остатки и матрица. Почему это важно? Потому что мочедатель приходит в торговую точку, если он начинает воздалить матрицы одинаковые на все торговые точки, он начинает искать этот товар. Побегал, пошел на склад туда, сюда, здесь покопался, там покопался. А в это время мог стоять на полке и просто выкладывать товар, править ценник и проверять. Если у него в СФА сразу в инструменте, который доступен для работы, есть информация о том, какой остаток есть, он сразу понимает, окей, так, это цена неверная, остаток такой, матрица вот такая. Соответственно, все сокращается временной путь работы, соответственно, он делает все эффективно и быстро, и вы не платите за то время, чтобы он бегал по торговой точке, выискивая товар на складе, которого даже нет, или есть виртуальный остаток. Дальше есть такой инструмент ИАР, это распознавание фотографий. И сейчас продвинутые СФА позволяют сфотографировать вам полку, и если залита матрица, сказать, какой товар стоит не на своем месте, какой ценник неверный. Соответственно, мерчендайзер получает задачу конкретно от ситуации в торговой точке. Не от ситуации, которую залил главный офис, а от того, что реально находится. Ему не нужно высматривать, сверять планограммы, верно, неверно, то, не то. Посмотрел, ИАР, саконировал фотографию, сказал, какого товара не хватает, сказал, какие остатки, и что поделать. А еще можно сэкономить эффективность его сделать, если сказать ему, когда товар придет в торговую точку, чтобы мерчендайзер пришел в торговую точку в тот момент, когда товар приехал. Никогда осталось на складе ноль. У вас пришел товар, началась промо, мерчендайзер пришел в торговую точку после поступления товара на склад. И здесь как раз мы переходим к следующему этапу ИСа. Даже если все, что мерчендайзер может подделать в торговой точке, это хорошо, мы обучили его, у него есть ИАР, у него есть все данные, но если товара нет в торговой точке, он не приехал. Инстор авиабилити становится более важным, более критичным. И здесь уже мерчендайзер ничего сделать не может. Он скажет, что нет товара, виртуальный сток, все. Я отказался, сделал, все, ушел. Ты заплатил за пустой визит. За пустой визит. И вот как раз ИСа – это то, когда правильный партнер может помочь поставщику общаться с ритейлером, говорить о том, что какого товара нет, о том, что мерчендайзер поделал и чего не хватает. Потому что наличие товара в магазине – это все-таки задача ритейлера довести до торговой точки. И здесь как раз нужен SFA, это специальный софт, который позволяет общаться поставщику, получать задачи мерчендайзеру, и эти данные из правильного SFA можно передавать ритейлеру, показывая, что здесь виртуальный сток, здесь неправильный квант автозаказа, здесь чего-то не хватает. И третье, что очень важно, что влияет на ИСу – это наличие специалистов у ритейлера, которые занимаются тем, что решают проблемы с виртуальным стоком, автозаказом. Они занимаются проблемами поставщиков, и как раз, когда вовлекается в ситуацию три части процесса – ритейлер, поставщик и агентство – возможно увеличить ИСу и ОСу. А почему это нужно увеличивать? Потому что на основе наших кейсов мы видим, что 2% ОСы – это 1% оборота продаж. Соответственно, если у вас был 85%, он шеф авиабилити стал 95%, 5% оборота продаж на торговой точке вы получаете по данному СКЮ. Если посмотреть на наших кейсах, что у нас есть с нашими клиентами, то рост продаж в точках лайк-фулайк, когда мы сравнимые, мы с одинаковые точки, с одинаковым приходом, получается, что рост продаж за счет только спасенных – это 7% с одной торговой точки. И что очень важно, это до 95% соблюдение контрактной представленности в сети. Понограмма будет соблюдаться. Она будет такой, какая вам нужна. Мы сделали правильную адресную программу. Мы перешли в торговую точку. Последний миле – это промо. Как с ним работать? Как здесь уже говорили, что промо-механики бывают разные. Это действительно так и есть. И к промо-механикам не стоит подходить, просто сбросив цену. Чтобы получить правильную промо-механику, нужно сначала начать с работы стратегии. Нужно выбрать правильного партнера, кто сможет сделать вам стратегию, рассказать, в каком городе, в какой торговой точке, какая промо-механика будет лучше работать. Где-то можно постом поставить, где-то ДМП надо поставить. И от точки к точке это будет изменяться. Потому что очень сильно влияет, как говорили здесь ранее, что в один магазин приходят папы, ходят другие мамы с детьми. И где правильно положить снеки – около пива или около лимонада? Так и промо-механики должны тоже подстраиваться под торговую точку, под тех людей, которые ходят. Соответственно, промо-механики нужно выстраивать от покупателя и от географии. После этого, что важно, чтобы агентство само занималось разработкой, чтобы оно взяло эту стратегию, которую разработали, адаптировало ее под конкретную торговую точку, адаптировало дизайн, произвело и доставило. И чем меньше будет итерации, чем меньше будет разных влеченных, тем этот процесс будет более эффективен, более быстр и меньше будет ошибок. А дальше страшно простая – довести до торговой точки, собрать и запустить. И здесь тоже важно, что если это делают разные компании, что часто бывает, что мы замечали, что промо-оборудование приезжает в торговую точку, его составляют каким-то еще оборудованием, оно теряется, приходит тот и должен собирать, не может найти, потом приходит мерчандайзер и не понимает, где это все должно быть. По факту, что получаем, старт промо на 1-2 дня позже, чем планировалось. И что и так же эффективно, это то, что после промо нужно посмотреть, как оно действительно было эффективно, насколько оно хорошо продавалось. И здесь данные должны быть агрегированы, должны быть подтверждающие факторы, должен кто-то наполнять. И если подходить комплексно, то стоимость комплексного подхода можно снизить на 7%. Это те ваши деньги, которые можете спокойно класть себе в маржу, используют на другие вещи, до 7% можно сэкономить. Вы меньше итерации у вас происходят, меньше людей вовлечено. Соответственно, ответственность компании, тот, кто делает стратегию за кипер и финальный результат. Это тоже важно, потому что придите в агентство, которое делает стратегию механики и скажет, ребят, мы стратегию сделали, а дальше лапки, мы ничего больше делать не будем. Придете к агентству, которая делает пост, они скажут, ребят, мы собрали свое, все, вот собрали, отвезли, дальше также лапки. Мерчендайзер тоже придет, придете к нам, если чисто вот на сборку или наполнение, мы скажем, мы приходили, приходили, то, что нет в точке, мы не влияем. Сейчас я не знаю продукта, который мог бы, сказать, повлиять полностью. Мы согласны сделать, взять KPI полностью на себя, готовы сделать стратегию, произвести, довести, собрать, утилизировать, если нужно, похоронить, и еще сделать им отчетность красивыми фотографиями и BI. И скорость реализации тут же сокращается на 30%, потому что у вас меньше людей, меньше увлеченных. Мой последний слайд. Здесь я передал слово Анастасии о том, а с чем мы можем вам помочь. Мы можем помочь, если у вас есть уже текущие мерчендайзеры, можем помочь сделать их более эффективными. Есть адресная программа, не уверены, куда дальше идти, приходите, подскажем, расскажем, покажем, как это сделать, как посчитать, какие данные. Хотите работать с ОССой? Тоже. Если только начинаете, хотите работать стратегией выхода на рынок, мы тоже можем сделать вам адресную программу, тайминг для мерчей, или можем сделать вам промо. Можем сделать как просто собрать, разобрать, уйти, наполнить. Если хотите, можем сделать полно с начала до конца стратегию, взять ответственность за KPI. У меня все. Слово Анастасии. Спасибо вам большое. Да, спасибо же. А, да, точно, точно, точно. Евгений несколько раз произнес волшебное сочетание звуков SFA. Это как раз автоматизированные системы, то есть это приложения, которые делаются в том числе для мерчендайзеров, для того, чтобы они, приходя в торговую точку, видели задачи, стандарты, сценарий визита, могли сфотографировать, и фотография улетит не в WhatsApp, поверьте, а улетит в специализированную систему, которая распознает и отправит алерт либо кому, либо сети, либо супервайзеру, в общем, неважно. Это то, как раз, чем мы занимаемся. Поэтому и было важно, чтобы Женя сначала вас ввел условно в это светлое будущее, что произойдет, с какими вызовами вы будете сталкиваться в тот момент, когда вы, наконец, попали на полку. Дальше я немножко расскажу про то же самое, но с другого ракурса, больше про информацию, потому что сегодня управлять сети большие, полевые команды бывают очень большие, но даже если они маленькие, поверьте, управлять и 50 мерчами, это тоже задача непростая, поэтому без какого-то механизма собирать информацию из разных мест и уметь этой информацией пользоваться, это сегодня огромное конкурентное преимущество, и, собственно, туда уже пошел весь и ритейл, и, собственно, все поставщики ритейла, и даже те, кто только начинают, все равно садятся на рельсы сбора информации, обработки и анализа. Вот, ну, собственно, мы с вами поговорили про внешние факторы, жесткие, водные, нам приходится лавировать по правилу Черной Королевы, но мы это делаем с вами не вслепую, и мы предполагаем, что у присутствующих в штате нет ни шаманов, ни колдуней, поэтому мы с вами будем опираться на математику, вот, а все эти – это математика, вот, и, собственно, после того, как мы осознали, какой у нас будет РТМ, что мы будем делать на полке, за счет чего мы будем отстраиваться от конкурента, после этого мы начинаем с вами задумываться о том, а как понимать, что то, что мы придумали, то, что мы купили у агентства, например, это действительно работает, и, кстати, про РТМ есть очень забавный, ну, это такой кейс, абсолютно живой, недавно на конференции мы об этом рассказывали, один из крупных фудовых поставщиков, очень большой, 80 тысяч точек покрытия, контракты с мерчагентствами, вот, у них как-то исторически так сложилось, что у них всегда получалось вот последние годы поддерживать этот растущий тренд ритейла, то есть, ну, вот растет трейд, растут мерчевые бюджеты, увеличиваем, покупаем больше визитов, нет проблем. Пока в прошлом году сверху не спустили директиву оптимизировать все расходы, сказали, что бюджет на мерч увеличивать не будут, при этом трейд растет. Ну и все, ну, как бы очевидно, они начали себе задавать вопросы, вопросы, вопросов они себе задавали много, и в том числе про то, а что работает в точке, ну, работает ли моя планограмма, а работают ли фейсинги, а надо ли вообще трогать товар, может быть, и не нужно там его двигать и подвигать конкурента, и может быть, на покупателя это никак не действует. В общем, ну, одним из самых первых шагов, они сначала посмотрели на РТМ, они посмотрели на свою адресную программу, которую они покупают у агентств. Они посчитали, поскольку они знали, что у них есть информация от сетей по продажам, по ссыл-аутам, они знали как раз из системы, которая управляет мерчендайзерами, когда и куда пришел мерчендайзер, они скрестили это внутри своей отчетности и увидели, что есть некий процент, хвост магазинов, которые вообще никак не реагируют на приход мерча. Ну, что бы ты там ни делал, ты можешь убиться и выкладывать все это очень красиво, но точка не реагирует. Ну, вот так. И в итоге они приняли волевое решение, они перекрутили эту адресную программу, где-то они снизили частоту визитов, где-то они эти визиты, в принципе, убрали, хотя бы на время, для того, чтобы посмотреть, как будет меняться кривая условная продажа. Ну, высвободившие все деньги, они, собственно, перенаправили в те визиты, которых еще не было и которые теперь нужны. Все просто, ну, вроде как. Но это вопрос, вот, по-моему, Наташа сегодня говорила про идеологию, да, мировоззрение. Вот это про мировоззрение. Вся информация есть у вас под ногами. Давайте я ускорюсь. Значит, смотрите. Когда вы начинаете работать с сеткой, в любом случае у вас начинает накапливаться информация. В любом виде, но она у вас появляется. И это, на самом деле, очень ценные источники. Вы будете что-то брать от ритейлера, что-то от агрегаторов, которые перепродают информацию ритейлера по селаутам. В любом случае, скорее всего, вам по-другому. У вас вслепую не получится работать. У вас есть агентства, от которых вы какую-то информацию получаете. Кто-то из вас все-таки зайдет на рельсы и автоматизирует либо собственных мерчендайзеров, то есть штатных, либо покупных, неважно. У вас все это генерирует какую-то информацию. Вы ее можете обрабатывать. Дальше есть два пути. Первый – это тактика. Вы начинаете работать с отклонениями. У вас есть 100-500 чатов, и вы начинаете мерчам втыкать. Блин, ты неправильно выложил. Беги обратно, выложи как надо. Но это как бы не совсем правильный путь. Кто-то еще так живет. И дальше другой вариант – это как раз специализированные платформы, системы, там, где все централизованно управляется, всеми мерчами. Есть собственные разработки, когда компания сама, IT-дочка пилит что-то, приложение какое-то. Можно что-то купить у агентства, можно что-то купить у специализированного поставщика. Неважно. Вот это все – это способ быстро отреагировать на отклонения в сети. И если вдруг не стартовала промо, сказать об этом трейд-маркетологу здесь и сейчас. Потому что иначе вы просто упустите время. Вот. И есть еще один важный тренд. В подавляющем большинстве случаев крупные поставщики уже заводят у себя на своей стороне крупные аналитические системы, в которых, собственно, льется вся эта информация, и они оттуда начинают брать ценные выводы, которые стоят огромных денег. Один крупный поставщик посчитал, что как раз через аналитику того, что он делает с полкой, через мерчендайзеров, они поняли, что они могут сократить мерчевый бюджет на 15%. А они тратят, ну, в общем, там 7-7 налей в год. В общем, прилично. Вот. Собственно, на что мы ставим? Товарооборот. Про ИСУОС у Женя уже сказал. Компания Монделиз, например, с компанией Магнит. Они очень много рассказывали об этом кейсе, поэтому никакого здесь закрытого кейса нет. Я могу об этом смело сказать. Это, наверное, самый яркий пример коллаборации между ритейлером и поставщиком, когда сеть открылась и поставщик начал условно реагировать на алерты. То есть Магнит присылает в платформу для мерчей алерты, которые автоматом становятся задачами. Мерч приходит в точку с этим наладонником, где уже есть информация по проблемам от Магнита. И вместе с ЛПР прямо в зале решает эту проблему на месте. Помимо того, что они получили прирост, Монделиз получил прирост при улучшении процента нахождения на полке на 1%, у них был рост 3% к обороту сразу. Но у них там еще есть побочные эффекты, как они сказали. Во-первых, лояльность людей в зале, потому что люди с улицы приходят уже с информацией. Во-вторых, то, о чем говорил Женя. Когда мерч понимает, что на стоке ничего нет, то он не бегает по складу и не ищет этот товар, а это деньги. Второй момент. Я, Наташа, ускоряюсь. Промо. Труд трейдмаркетологов очень утомителен. Я представляю, что это такое придумать промо, согласовать на всех уровнях, а их, как правило, у некоторых до тысячи ежедневно крутится по разным каналам сбыта. Еще тяжелее потом свести финрез. И времени на то, чтобы подумать, какая механика вообще сработала или не сработала. Нет, в промокалендарь опять ушла какая-то, ну, все та же шляпа, которая, собственно, была вчера и позавчера, потому что нет времени на творчество. Один алкогольный производитель в топ-3, они зашли на то, чтобы просто автоматизировать трейдмаркетологам процесс заведения промо и подведения результатов. Они сократили время на 30% на подведение итогов по каждой промо. Эти 30% они не выгнали людей. Зачем? Это подкованные специалисты, которые классно разбираются в механиках, во всех тонкостях. Они просто с Excel их пересадили на нечто другое. Эти 30% времени люди тратят на творчество. Они делают выводы и перестают запихивать в промокалендарь неэффективные промо. Но, кстати, сколько денег сэкономила компания. Ну, так вот, если подумать, у алкоголиков, в принципе, ничего кроме промо уже не осталось. Поэтому это огромные деньги. Вопрос подхода. Ну и, собственно, экономия – это наше все. Я тут… Сейчас, вот один момент. Придумали вы классную планограмму с классной выкладкой. Там какие-то домики, шашечки, все классно, отстроились. А теперь посчитайте, сколько времени мерч будет тратить на вот эту красоту в торговой точке. Если у вас 100, 500, 1000 мерчендайзеров, посчитайте, сколько времени уходит на то, чтобы это все выложить. И второй момент – это кадры. Вы можете отправить в точку абсолютно классного, эксклюзивного, их называют КАЕ, амбассадоры, неважно. То есть это более дорогооплачиваемые сотрудники, полевые, которые классно во всем разбираются, но они стоят дороже, чем рядовой мерчендайзер. И если бы у рядового мерчендайзера была какая-то подсказка на то, как все выкладывают, потому что мерчун думать не надо, это не торговый представитель, который должен уболтать, что-то подумать, что-то посчитать. Это мерч, это только руки и глаза. Поэтому, когда вы начинаете продумывать, в том числе РТМ, вот это все, я понимаю, что это многогранный процесс. Это те крупинки, которые на самом деле складываются в миллионы. А если посмотреть по компании погоду, то это миллиарды. Поэтому тут, но без оцифровки вы этого не поймете. Ну и, собственно, как все ищут баланс. Забудьте про секреты, забудьте про тайные знания. Весь рынок уже давно открыт. Вот те, с кем мы активно общаемся, это коллаборации, ассоциации. Более того, крупные игроки уже давно друг с другом общаются, обмениваются опытом. Как работать с мерчом, как работать с промом. Поэтому, чем открытие вы будете, тем быстрее вы накачаетесь знанием. Потому что на самом деле рынок уже понял, пирог очень маленький. И никто сейчас не придумывает ничего абсолютно нового. Только те, кто объединяются, тем более с ритейлом, хотя с ритейлом дружить очень сложно, я это прекрасно понимаю, но есть кейсы там, где все-таки удается этого достичь. Как минимум, наличие информации делает вас неведомыми все-таки, а более-менее равными в этом диалоге. Только опираясь на цифры, объективные вещи. Я понимаю, что такое закупки и байеры. Это очень эмоциональные переговоры. Поэтому тут только жесткие факты и объективная реальность. Если кто-то хочет попробовать заглянуть вместе с нами в святая святых, это KPI, вообще, что надо делать с полкой, чтобы на ней зарабатывать, то приходите, я расскажу онлайн буквально через несколько недель, не помню. В общем, я расскажу, что на самом деле работает. Сейчас вот один тизер. Производитель, который оцифровал все свои стандарты в работе с полкой, то есть они занимались качеством выкладки, расширением ассортимента, они ставили на фейсинги, они ставили на топ SKU, ну то есть это все кладется в KPI и мерча, тут поправь, тут подвинь, тут расширь, тут переставь и так далее. Когда они это все оцифровали, они, когда все это рассчитали, они поняли, что всего лишь добавление одного любого SKU в их категории, у них 300 SKU, любое SKU, добавленное к основной, к средней линии, у них драйвило почти 2% оборота по всем федеральным сетям, начиная от Камчатки до родного мне Калининграда. Вот, так что если у вас есть информация и вы готовы ею пользоваться, то вы в дамках. Никто вслепую не работает. Вообще, удачи вам и бизнесу вашему тоже на вашем таком непростом пути. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.